покидаем лансерот южную его часть фуарда вентура следующий остров вот мы на него заходить не будем я может потом на него как-нибудь скажу один там в общем для меня ничего интересного нет интересует посмотреть гранд канарию и дальше идем на гранд канарию тоже на южную оконечность примерно нам 130 миль до нее поскольку превалирующие ветра на канарских островах это северо-восток север-северо-восток то и стратегия плавания выглядит следующим образом то есть вот шоя на лансероты и далее если вы хотите путешествовать по всем островам вам необходимо спускаться и потихоньку люди спускаются идут на форту вентуру дальше на гранд канарию далее на тенериф и потом ну тут принципе несколько островов осталось то что на ла пальму до поднимаются можно было спуститься обратно и вернуться но с этим же связанные сложности например когда вы побыли на какой-то южной конечности острова то потом подняться например возьмем например это на рифа подняться на север столицу это острова будут довольно сложно и может быть даже имеет будет иметь смысл идти через другой остров то есть подниматься наверх допустим сюда да и потом идти как-то вот ждать ветра идти возможно в галфинг идти сюда до обходить потому что предположим если вы постояли на юго-западной стороне и потом решили подняться в санта-круз сюда по какой-то причине то во первых вы получаете в морду ветер то есть всю дорогу до когда идете сюда а здесь ну несколько десятков миль во вторых вы получаете еще и не кислую волну и тоже как обычно встречного и видите тут ну обычное дело когда вы идете против волны там под метр иногда и два метра и поверьте мне то есть это совершенно неприятно иногда долго иногда и просто невозможно будет подняться против ветра и волны наверх до на север поэтому об этом конечно нужно думать и еще с этим связано же особенность выбора места для якорной стоянки или вообще давайте говорить о выбором места для зимовки потому что все мы пришли сюда например для того чтобы побыть в тепле а разница в температурах и вообще в условиях погоды на юге островов и на севере во всяком случае крупных островов канарских очень значительно например как сейчас видите у островов есть ветровая тень вот есть на гранд-канарии ветровая тень до видите находится на юго-западе также есть ветровая тень на тенерифе и в связи с этим и это вообще не странно что самые приятные комфортные места для якорных стоянок это и юг юга запад островов как раз в этой ветровой тени и разница в температуре зимой во всяком случае между там севером острова и юго-западом острова может быть доходить до семи градусов до семи градусов и это будет довольно критично по ощущениям то ли дует и холодно то ли солнышко и соответственно не дует и не холодно и прямо настоящая весна вы там купаетесь тепло так как например на том же тенерифы еще и облака всей и отсутствие солнца опять же здесь в районе санта-круз а на западной стороне тепло и солнечно то есть вы можете поехать на машине здесь будет идти ливень дождь весь день а здесь у вас будет тепло и солнечно и почти не будет облаков поэтому все якорные стоянки хорошие на которых вам будет приятно зимовать они будут находиться на юго-западе островов и именно связи с этим обстоятельством я и выбираю якорные стоянки здесь на юго-западе крупных островов всем привет путь атлан-сирота до гранд-канарии небольшой от места до места примерно 130 миль и конечно после того как ты прошел почти две с половиной тысячи миль то 130 миль это совсем немного и когда привыкаешь вот таким перегоном или только сделал такой перегон я еще помню по переходу через атлантику когда мы дошли до азорских островов с кариб вот так одной ходкой там за 18 дней и потом постояв сутки пошли на другой остров и там что-то было в районе 150 на соседний остров и это время пролетело прям буквально махом так и здесь тоже 2 2 2 ночных вахты и все ты уже на гранд-канарии поэтому я вообще не удивлен когда дальнобойщики как раз говорят что ну чё тут идти то вообще кто привык ходить на дальняк для них это там три раза покушал два раза поспал и все и ты уже на новом месте а кто привык дневным чартером тому 50 миль кажется дофига с утра до вечера идти быстрее хочется прийти видите какие разные шкалы у людей все якорные стоянки можно разделить на два вида а тех на которых можно встать на денек например на 2 постоять там продуктов купить на те где можно жить постоянно и у них совсем другие требования постоянно что значит то есть он месяцами грубо говоря семьей допустим должно быть все удобно и прежде всего тут удобство это поставить и оставлять тузик я уже даже не говорю про инфраструктуру до удобную то есть доступные магазины еще что-то прежде всего вы должны где-то оставлять тузик и второе очень важно что не должно просто тащить ягод это обычно до песчаная одно какое-то или это мылистое в общем без камней до где можно бесстрашно закинуть якори все и уходить на целый день вот в общем таких мест на самом деле не очень много мест для стоянки якорных полно и хороших и локации красивых но вот со всеми теми дополнениями точнее важными вещами для нас совсем совсем мало тузики воруют как ни странно вместе с моторами и возможность оставлять их безопасно это обычно рядом с маринами не во всех маринах это разрешают где-то разрешают за деньги например за 5 евро каждый день вы по нескольку раз не будет то есть оставлять да это будет очень дорого сами знаете вот стоял я последние пять месяцев в мармарисе это было довольно комфортно якорная стоянка тузики не воруют можно было в нескольких местах и поставить рядом магазины локация более-менее удобно и держит хорошо и вот тут мы сейчас встали до локация как бы не очень да удобно точнее не очень красиво какие-то рейдисоны другие гостишки то есть ну вот курятники эти где куча народу загороженные территории чтобы выйти в город как бы надо через гостиницу допустим пробираться либо через их закрытые двери то есть сама территория это гостиница на от города отделена но и там то вы выходите получается вот видите машины ездят где-то в ебенях оказываетесь и магазинчики в таких районах обычно такие примитивные чисто снеки купить потому что все рассчитано на гостиничный бизнес да и вот сожалению эту якорную стоянку рекомендуют а на самом деле она такая убогенькая сейчас мы поедем он туда в марину попробуем там оставить тузик вроде как должны бесплатно заодно посмотрим заодно узнаем сколько это маленькая марина стоит то есть как-то в общем буду узнавать про локации берегу как правило тузики не оставить но просто страшно можно куда-нибудь конечно привязать их вытащить но прут и моторы бензобаки все прут марине более безопасно и часто марина разрешает где-нибудь поставить тузик вот здесь видите совсем маленький даже не знаю пирс назвать его можно несколько тузиков стоят видимо тут позволяет посмотрим марин гоняет где марина закрывается вечер то есть вот это очень важно самое главное наверное в якорной стоянке когда вы собираетесь выходить на берег но в любом случае собираетесь выходить наверно ну иначе я вообще не представляю зачем вы путешествуете вы хотите посмотреть новое место и только в море с моря смотреть по любому надо на берег и когда на берег на дата вот приходится искать только скажем так не совсем стоянку с красивой там локации а больше с какими-то возможностями сойти на берег и где-то оставить тузик сейчас зайдем в марину узнаем сколько чего тут у них стоит для интереса вдруг кому-то пригодится ну а я как прежде говорил ищу комфортное для себя и семьи место а там посмотрим это марина нарвал маленькая 3 буквально понтона и все тут я даже не уверен что можно тут вот целый ряд парусных лодочек стоит один даже катамаранчик там стоит лагом ну мест нету принципе я не удивлен мы же уже зашли узнать и о возможностях размещения потом и для определения примерной цены здесь у нас и визитка вот так если вдруг кому-то пригодится куда можно написать цены на 38 катамаран тут все измеряется в квадратных метрах да то есть длину перемножают на ширину получая квадратный метр примерно 25 евро в день стоянка стоит и если длинные контракты за шесть месяцев они дают скидку 5 процентов что конечно вообще и за год 7 скажу что мне эта локация нравится но вдруг вдруг кому-то пригодится рядом конечно вот эти большие джунгли гостиниц движуха такая постоянная и ладно бы движуха там променад просто самой инфраструктуры городской как бы нету кластер гостиниц и все чтобы покататься посмотреть где тут вообще марины места нужна тачка ближайшем месте нашей якорной стоянки тачек не оказалось все на пять дней расписано вот мы приехали на такси за 6 евро городок пуэрто-рико сейчас походим по местным забегаловка нам нужна машина машин то нигде нет заходим в очередную очередную точку аренды машины минимум на два дня отсутствует как бы не пришлось опять в аэропорт ехать за тачкой но такие они канары во всяком случае на гран-канаре один из самых больших островов очень туристический очень туристический и вот пока то что я вижу это контингент довольно со смещением довольно пожилой возраст сильно молодых я тут не вижу возможно не не тот городок есть наверно молодежная потому что вообще все канары такие я здесь первый раз не знаю случайным образом мы оказались почти в сахаре а именно обжигающим песками есть дюнах острова гран-канарии которые находятся на юге здесь можно себя почувствовать реально как в пустыне я уже почувствовал как будто желание пройтись без тапок песок видите немножко сероватый и не знаю сколько градусов она без тапок эти невозможно обалденные дюна весь этот песок принесло с африки вот самый юг гран-канарии как раз не знаю сколько тут квадратный километр может быть больше вы на карте посмотрите он весь занесен выслушайте отличное место мне такие места нравятся больше конечно чем всякие архитектурные достопримечательности или вообще все что сделано руками человека природа пыталась конечно грандиозная отличная отличная штука погулять походить сейчас мы наверно дойдем до моря просто здорово просто здорово такой дикий контраст с песком проходишь буквально 15-20 минут и такой дикий контраст и кругом урбанистика кругом гостишки дома все подошло только вот эту зону они не могут отхватить дюны эти здания не могут захватить видимо не айс строить на песке его можно убрать пустить на цемент да превратить деньги можно и осушить все это дело убрать там зацементировать но ведь с африке то все равно нанесет там в африке киска много природу то не обманешь на родище конечно много но вообще на канарах народу много сюда до ночью приходить ночью будет the best лодка вообще конечно достаточно ограничивает возможности путешествовать я так считаю хоть и многие или общепринятое мнение думать что лодка дает свободу куда хочешь пришел и так далее да это так то есть прийти в какие-то далекие места конечно вы можете но тут надо не забывать про я вторую составляющую лодка еще и накладывает большую ответственность на владельца вы и не можете бросить за нее надо платить где-то на стоянках просто так на якорной стоянке и и оставить вообще без присмотра ну можно но в любом диком месте не туристическом а сейчас даже и туристическому и и обнесут просто-напросто вытащит у вас все оттуда все вещи пока вас нет вы например пришли куда-то да хотите посмотреть локацию погрузиться в жизнь этой страны но для этого надо взять машину проехать может быть даже не один день то есть удалиться от побережья на самом деле от туристических зон потопать где-то водку надо где-то оставить можно оставить в марине да и уехать ну тогда собственно вы это тоже нормальный вариант да но иногда дорогой потому что в некоторых местах и посадки в день требует где-то нет марин вообще об этом просто необходимо думать поэтому вроде как это свобода а с другой стороны это и ограничение ваше ну как и все в этой жизни на самом деле не бывает да просто идеальной стороны просто плюсов есть во всем и минусы свои и вот конечно для глубоких путешественников я таких знаю кто путешествует много и ногами им конечно это все не подойдет потому что пьехтинги обычный народ обычный я скажу есть исключение люди путешествуют очень поверхностно придя в страну ну что там пройдя побережье какое-то они думают что об этой стране все знают на самом деле это конечно не так и если вы хотите свободы то лодка может быть это не идеальный рецепт свободы свобода это когда вы путешествуете один с карточкой или с кошельком с деньгами и легкий рюкзачок вот это максимальная свобода вам все равно то есть под вы меняетесь сами под обстоятельства которые вокруг вас и вам не надо думать о вашей недвижимости которая всегда с вами приехали в любую страну и путешествуете живете останавливаетесь там где вы хотите в хостелах еще где-то машину снимаете да за это тоже надо платить ну и за лодку тоже надо платить да добраться на лодке до тех же Канар из Турции тоже стоит денег вы потратите довольно серьезную сумму на продукты на месяц допустим пути да вот нон стопом я шел вы потратите деньги на дизеля неплохо и это будет равняться ну в общем если из Европы лететь на самолете то будет дешевле причем может быть несколько раз соответственно разница в деньгах вы можете по своему желанию истратить где-то здесь я никого не отговариваю я просто говорю о том о чем многие не думая потому что весь яхтинг особенно русскоязычный он очень популяризирован и как-то все люди пишут только одни положительные вещи мы не говорим стоимость владения лодки и его ремонта и так далее поэтому если вы реально любите путешествовать ногами долго в разные места в глубинке почувствовать то подумайте где вы будете оставлять свою лодку может быть это будет не совсем удобно либо это просто будет дороже все варианты возможно кто-то нарисовал и написал сердечко вернулся из пустыни в город опять Марина Моган такая уютненькая Марина какая-то ламповая такая неспешная жизнь тут сейчас посмотрим узнаем цены все как всегда рыбы ходят закидывай прямо здесь но ловить в маринах к сожалению нельзя неплохие виды тут в этой марине спокойно все без урбанистики вокруг катамаранов что-то не видать только вот один и все вот такой спокойный тут променад все битком конечно надеется что здесь места ну так для интереса почувствовать вдруг когда придется вставать может быть кому-то будет интересно рядом с Мариной якорная стоянка надо посмотреть кстати отмечена она где-то на картах на отзывах тут немного стоит людей но но стоят давайте посмотрим есть ли тузики где-то вообще пускают сюда ну а теперь собственно о ценах кто захочет посмотрит здесь по количеству квадратных метров цена и продолжительность вот день самая правая колонка вот Cement Trails судя по тому как я понял за объяснение это 6 месяцев то есть день для катамарана 38 будет стоить 33 евро плюс 7% такс и если на 6 месяцев то 23 евро плюс 7% такс то есть на полгода получается 4-400 евро естественно тут электричество и вода внизу дополнительно ну а сейчас полностью заполнены естественно они я в общем-то и не ожидал ничего уютное место достаточно туристическое есть некий дух морской даже судя по тем лицам кто сидят в кафешках много таких дяечек и тетечек с лодок приятно я не знаю насколько тут все развито вокруг так довольно приятно марина пуэрто-рико на гранд-канарии находится она прямо в городе 5 минут ходьбы до города 2 минуты на машине ну город я имею ввиду то есть вот то что принято здесь называть маленькими городками да ну как городок тут есть и мол и шопинг-центр и магазин меркодона и хайпердина то есть продуктовые магазины какая-то движуха естественно тут рентаркар несколько офисов такая небольшая марина по цене 33 евро в день вместе с таксом 7 процентов везде такс государственный и если 6 месяцев контракт предположим то скидку 30 процентов ну соответственно сами думайте наверное там чем больше стоите тем больше скидка то есть это получается в районе 4 тысяч 4 тысяч евро за полгода места надо писать им ну вот несколько дней назад еще не ставили катамаран то есть с катамаранами вообще прям не очень хорошо но тем не менее расставили полностью они не посылают сразу нафиг значит может быть места тут есть надо писать пока из того что мы видели здесь на Гранд Канарии это место по набору признаков мне нравится больше всего цены примерно везде одинаковые то есть я вот сейчас вам цены называл 33 евро без скидок если на день встаете то они примерно так же и идут ну в какой-то там Марине было 25 даже Мариной не называть здесь небос несомненный плюс что это все внутри города находится с продуктами проблем нет видимо с какой-то движухой тоже проблем нет Пуэрто-Рико посмотрите почитайте про него апартаменты все это дело тоже развито все обустроено каждый кусок земли застроен поиск Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Высшая точка Гран-Канарии Довольно симпатичная Ехать сюда правда 25 километров По такой дороге Которая не всем понравится Ну, кто любит виды, смысл есть Красиво Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok